Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Шалаева. В библиотеке имени Герцена состоялось вручение ежегодной литературной премии правительства Кировской области имени Николая Заболоцкого. Эта высокая награда ежегодно присуждается современным российским поэтам, прозаикам, историкам и краеведам, чье творчество созвучно идеям великого поэта. В этом году премией был удостоен наш земляк, житель поселка Апарина Кировской области, член Союза писателей России, поэт Анатолий Быстров. Он победил в номинации за литературное произведение, утверждающее идею гуманизма, воспевающее благородство человека, наполненное философским содержанием, близким мироощущению Николая Заболоцкого. Анатолий Быстров окончил историко-филологический факультет Кировского пединститута. И 30 лет проработал учителем русского языка и литературы в Апаринской средней школе. Он не сидит за письменным столом, а стихи сочиняет в лесу, в поле, порой в самых невероятных условиях, когда под рукой даже нет листка бумаги, чтобы записать вдохновенные строки. Бывал и на березке писал, было раньше. А так, на клочке бумаги в карманы сунул. Прихожу, начинаю оформлять это. Получается стихотворение вот примерно такое. Люблю я свой дом и долину, все краски родцовской земли, но в небо глаза запрокинуть, заставят меня журавли. В другой номинации за достижение в исследовании и пропаганде творчества Николая Заболоцкого победил Руслан Бушков, член Союза журналистов, культуролог, кандидат исторических наук из города Казани. Премия была вручена ему за книгу «Вятские версты» Николая Заболоцкого. В этой книге впервые в отечественном литературоведении подробно описаны детские и юношеские годы Заболоцкого. Кстати, поэтической родиной великого стихотворца вполне можно считать наш город. Именно в «Вятке» состоялись его первые публикации. В книге также были представлены уникальные фото, документы, которые могли быть безвозвратно утеряны, если бы это издание не состоялось. В этой книге наконец-то установлено место действия его знаменитой поэмы «Торжество земледелия». Это четко проявляется в этой поэме. Это «Сернур», это «Уржум». Дальше в этой книге впервые в полном, так сказать, объеме рассказано о первой поэтическом музе Николая Заболоцкого, Ении Барановой, с кем я успел незадолго перед ее смертью встретиться. Руслан Аркадьевич Бушков, мы с ним ездили в прошлом году в «Уржум», как раз на дни Заболоцкого. Удивительный человек, настоящий профессор. С ним интересно говорить на любую тему. Например, в Казани он один из самых известных, он тамада. И он про любое кушание может рассказать просто исторический экскурс. Так же, как и, например, про поэзию, про живопись. То есть такой человек энзокопедических знаний. Так что я очень рад, что действительно ему вручили премию. Кировские архивисты продолжают работу над пятитомным изданием к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На неделе состоялась презентация сборника документов «Испытания войной» 1944 год. 167 документов из фондов Государственного архива политической истории уместился целый год из жизни Кировской области. Правда, в сборнике «Испытания войной» 1944 год больше документов, повествующих о возвращении кировчан к мирной жизни, работе по оказанию помощи семьям фронтовиков и инвалидам войны, борьбе с детской беспризорностью, переходе заводов на выпуск мирной продукции. Сборник «Испытания войной» продолжает серию книг о Великой Отечественной войне, посвященную 70-летию победы. Каждый раз составители проделывают огромную работу и находят горячие исторические факты, которые раньше были недоступны широкому читателю. Так, в этой книге впервые опубликован отчет обкома ВКПБ о работе партии в годы войны, который подводит итог трех лет жизни Кировской области. А также в новом свете предстает деятельность Ветлага. Мы показываем, например, здесь отчет Ветлага за 1944 год. У нас очень мало кто представляет, что Ветлаг, НКВД, чем занимался. А фактически, когда читаешь отчет, это самое обыкновенное производство, только лесозаготовительное. У них такое живет социалистическое соревнование. Также они живут под лозунгом «Все для фронта, все для победы». И вот это очень интересное у меня. Там театр работает у них. Кстати, из нового сборника документов, который будет посвящен 1945 году, исследователи, краеведы и любопытные читатели узнают, как кировчане отмечали День Победы и какие стихи они посвящали этому знаменательному дню. В Центральной городской библиотеке имени Пушкина состоялся «Вечер-реквием», посвященный 90-летию со дня рождения поэтессы Юлии Друниной. Она принадлежала к поколению, юность которого выпала на годы Великой Отечественной войны. 17-летней выпускницей одной из московских школ, как и многие другие, в 1941 году добровольно ушла на фронт бойцом санитарного взвода. День Победы стал главным праздником для поэтессы, прошедшей всю войну. Юлия Друнина говорила, что я родом не из детства, а я родом из войны. И это тоже так, потому что вот все какие-то моменты детства интересные, они были все зачеркнуты страшными картинами войны. И даже когда война закончилась, она еще очень долго-долго не могла отойти. Ее война не отпускала. И первые стихи, которые она начала писать, это тоже были стихи о войне. Может быть, поэтому жизнь ее сложилась очень-очень непросто и печально. В Дворце культуры «Космос» состоялся традиционный отчетный концерт балета «13-й квартал». Представление состояло из двух отделений. В одном зрители увидели дивертисмент из любимых и новых номеров. А в другом – хореографический спектакль «13-й подвиг Геракла». Мы решили пофантазировать, как бы выглядели подвиги Геракла знаменитого в наше время. Отличие спектакля в том, что он чисто хореографический, там совсем нет слов. Мы волновались, когда его делали, потому что не совсем такая традиционная форма. Но когда выступали на конкурсах, то получили первые места и большое одобрение от жюри. В этом году балет «13-й квартал» успешно выступил на гастролях в Испании, на конкурсе «Танцевальная награда Европы», а также на хореографических фестивалях в Чебоксарах и Казани. В следующем году труппа балета возможно отправится покорять сердца зрителей во Флоренцию. А в детской филармонии состоялось честование новых стипендиатов городского управления культуры города Кирова. Как это было, увидел Иван Швецов. Варвара Войнолович, несмотря на свой юный возраст, давно сочиняет музыку, и год от года написанные ею произведения становятся все более технически сложными и интересными. В этот раз на суд строгого жюри были представлены две новые пьесы – «Аквариумные рыбки» и «Вальс весенних цветов». В этой музыке чувствуется влияние любимого композитора Варри – Эдварда Грига. Это от норвежского романтика она переняла любовь к сложным гармониям и сказочным темам. Зимой написала, мне как раз хотелось какого-то лета, чтобы цветы были, а то зимой холодно, и хотелось какого-то весеннего настроения. И вот мелодия получилась такая плавная, и вот похоже на весеннюю мелодию, как будто бы идешь весной по парку по какому-нибудь, и там цветы цветут. Екатерина Будерихина учится игре на классической гитаре с шести лет. Пьесы, которые играет эта хрупкая и маленькая девочка, не по годам сложные и требуют от нее виртуозного владения инструментом. На конкурс Катя представила романс испанского композитора Хорхе Морреля. Я ее учила долго, и она очень сложная. Магная, медленная, есть моменты быстрые. Стипендия городского управления культуры вручается самым одаренным учащимся кировских школ искусств с 1997 года. Причем важна не столько сама стипендия, ежемесячная выплата победителям в течение года составляет всего 500 рублей, сколько признание таланта, необычайно важное в период, когда у ребенка формируется личность. Из 36 детей, которые подали заявки на участие в конкурсе, 16 получат стипендию в будущем году. На этом все. Напомним, что наша программа выходит при поддержке правительства Кировской области и Управления культуры администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24.